Так, ну и помимо этого, еще интересный момент, это в общем-то выставление таймера как такового. То есть давайте, вот многопользовательская игра, два человека, случайная карта. И вот если вы нажмете показать дополнительные опции снизу, здесь появляются герои, игроки, да, например. Вы хотите поменять игроков местами, например. Нажмите на флаг, красный игрок пропал. Видите, здесь появился сразу же другой, Player 2. Потом нажимаете на синий, здесь оказывается нижний игрок. То есть вот таким образом можно менять. Игроков между собой. Также здесь можно выбирать героев. Можно вот так вот кликать по стрелочкам, выбирать нужный город. Можно просто нажать на город. С HD модом можно выбрать любой город сразу. И здесь же выбрать и героя нужного вам. Ну и выбирается бонус, какой вам надо. Золото. Чтобы больше золота было от 500 до 1000 золота на старте больше. Ресурсы. За каждый город, кстати, ресурсы разные. Здесь, например, дерево и руда. У крепости тоже. Здесь ртуть. У замка. Это тоже дерево и руда. У оплота это кристаллы. Ну и так далее. Тут уже каждый тоже для себя сам решит. Тоже довольно удобная вещь. Далее можно выставить таймер. То есть можете играть вообще без таймера. Например, выставить классический таймер и поставить в самый конец. Будет неограничено. Каждый из вас может ходить сколько влезет. И второй будет сидеть и долго и нудно его ждать. Можно выставить сколько минут будет ходить. Одна минута, две, четыре, шесть, восемь, десять, пятнадцать, двадцать, двадцать, двадцать пять, тридцать и неограниченный. То есть когда заканчивается таймер, ход автоматически передается сопернику. Во время боя в классическом таймере, его еще называют содовский таймер, время не идет. То есть в бою тоже можно бесконечно сидеть и думать, как вам лучше походить. Поэтому этот таймер не очень любят. Из-за того, что некоторые начинают наглеть и специально лезть в бои, когда им нужно куда-то отойти. И у них таймер не идет в это время. Пользуются в основном шахматным таймером. Здесь есть три цифры. Первая цифра. В общем, можно пользоваться одним из тех таймеров, которые уже выставлены. Они популярны по разным причинам. Можно выставить свой. Для этого нажимаете другой. Значит, смотрите. Первая цифра означает, сколько таймера вам дадут в первый день. И первый день вы можете ходить нужное количество минут. Например, 21 минута, 0,0 секунд. Можно выставить меньше. Например, вы хотите давать на первый день 16 минут. И дальше вы выставляете, сколько минут будет добавляться каждый следующий ход. То есть, например, вам дали 16 минут. Из них вы 6 минут ходили и передали ход сопернику. У вас осталось 10 минут. Наступает следующий день. Сколько вы хотите, чтобы минут вам с каждым новым днем добавляли к тому таймеру, который у вас есть. Ну, например, 6 минут. Таким образом, у вас добавляется еще 6 минут. У вас опять получается 16 минут. И вы опять ходите. Кроме этого, можно еще давать таймер на битву. Во время битвы добавляться будет, ну, вот в данном случае, например, 1 минута 15 секунд. Когда это время закончится, если вы долго проводите бой, у вас начнет отниматься основной таймер. И если во время боя у вас таймер закончится полностью, вы этот бой все равно будете проводить до конца. Но как только этот бой закончится, ход сразу же передастся сопернику. Вы не успеете даже ничего толком сделать. Поэтому нужно с этим делом очень аккуратно. Но зато, играя с шахматным таймером, ребят, есть стимул ходить быстрее, чтобы накапливать таймер. И когда у вас будет сложная ситуация, чтобы лучше подумать. Второй момент. Во время боя вы не будете куда-то далеко отбегать, потому что идет время. И вы не будете все это дело игнорировать. Ну и в целом более гибкая настройка, да? Под себя или под соперника всего этого момента. Но также имейте в виду, что нужно ставить галочку по принятию ходу, чтобы все начиналось. Чтобы таймер не шел, пока вы ход не примете. Потому что иногда все-таки отойти надо. А в противном случае соперник может ходить очень быстро. И вы просто не приняв ход, куда-то отошли, приходите. Уже 2-3 дня прошло. У меня такое тоже бывало, когда соперник без моего ведома ставил... Убирал точнее эту галочку. И начиналась ерунда.